Олимпиада в Рио-де-Жанейро 2016 год. Новые чемпионки Маргарите Мамун и ее тренеру Амини Зариповой рукоплещет весь мир. Это их общая победа. Сегодня две легенды художественной гимнастики в Чите. От спортсменки, которая прошла длинный путь до олимпийской медали, казалось бы, ждешь истории про суровое детство и изнурительные испытания. Но история Маргариты удивительна. У меня было детство, мне повезло. Я до семи лет тренировалась, точнее до семи лет я гуляла во дворе, каталась на качелях, играла в казаки-разбойники. В семь лет пошла в первый класс и пошла на секцию платную. В тот момент был просто кружок художественной гимнастики. Мои родители даже и подумать не могли, что это все возможно перерасти в что-то профессиональное. Конечно, у меня не было выпускного и не было разных уже более таких студенческих историй, но я не жалею. Как я говорю некоторым мамам, которые приходят, что у каждого ребенка свои олимпийские игры. Свои. У кого-то просто сесть на шпагат, у кого-то выйти, удачно выступить. Не ставьте каких-то целей без ужин. У каждого ребенка свои олимпийские игры. Пресс-конференция олимпийской чемпионки приняла острый поворот, когда слово передали родителям. Мамы гимнасток пожаловались губернатору на отсутствие специализированного центра для занятий художественной гимнастикой в Чите. Один из клубов и вовсе остался без крыши над головой. Но это в любом случае 4-5 лет минимум. Его надо запроектировать, найти землю, запроектировать и построить. Это 4-5 лет. Просто физически невозможно быстрее сделать так же, как неполезно для ребенка родиться через 3 месяца. Так же невозможно сделать и зал соответственно. Поэтому его надо запланировать, запроектировать. Такие денежища найти, это миллиарда 2-2, я думаю, больше. И построить еще сделать. А вам надо работать сегодня. Надо сегодня идти, поэтому надо идти сейчас и решать вопрос с этим залом. А решать вопросы и развивать гимнастику нужно. Забайкальский край уже второй год становится центром притяжения гимнасток со всей страны. Сегодня в Читу прилетели порядка 600 спортсменок из 22 регионов. У каждой своя заветная цель. Моя мечта стать олимпийской чемпионкой и хорошей звездой. Пока что я еще не блистаю, но мое имя пока что знают все. Все знают твое имя? Кто? В Забайкальске я постоянно выступаю и почти что весь поселок знает мое имя. А если нас не пустят на Олимпиаду, что делать? Ждать другой. Побеждать юным гимнасткам помогают не только тренировки, но и свои ритуалы. Я перед выходом, ну да, целую предмет, вытираю полотенчиком его на удачу. Ну так могу перекрестить его несколько раз. Всегда, когда я выступаю, я для начала целую, обнимаю предмет и хрестюсь. Три раза, потому что Бог любит троицу. Двукратная чемпионка Европы Кристина Телятникова на соревнования золота у Дакана приезжает второй год. Он признается, гимнастика – это уже дело семейное. У меня такой пример есть в моей семье. Это моя мама, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Поэтому, наверное, она. И в семье, и в жизни, и в спорте. Ирина Белова. Олимпийская чемпионка 2000 года. То, что мы сюда приезжаем и видим, как они организовывают, сколько они прикладывают сил. И с каждым годом все лучше и лучше. Очень душевно, очень масштабно. Очень мне нравится то, что правительство города Читы уделяет внимание и приходит, и на парад, и спонсоров много. И очень хорошие призы, и отношения к детям, судейство объективное. Много-много могу назвать положительного. Поэтому наша школа решила в это общество вступить в Восход и приезжает сюда постоянно. Всего лишь за два года спортивное общество «Восход» с помощью спонсоров и поддержки правительства Забайкалья сделали соревнования золота у Дакана узнаваемыми и престижными на всю страну. Организаторы признаются – дальше больше. Мы хотим сплотить всех единомышленников художественной гимнастики для того, чтобы как раз-таки этот результат не тяжелой кровью достался, а играючи, с улыбкой на лице и с большим удовольствием. Чтобы дети, родители и тренеры получали больше, наверное, удовольствия, чем каких-то разочарований и огорчений. Потому что нужно любить просто свое дело, то, чем ты занимаешься. Гулял Хасова, Никита Дроздов, РТК Забайкалья.